Сегодня закончился срок подачи документов на регистрацию кандидатов в депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Края. Последняя политическая партия, которая планирует принять участие в выборах, сдала необходимые бумаги за час до закрытия края избиркома. В общей сложности в предвыборную гонку включились 17 политических объединений. Они собрали десятки тысяч подписей, которые теперь будут изучать специалисты в буквальном смысле под микроскопом. Мы начали уже соответствующие проверки, мы пригласили криминалистов-почерковедов и в присутствии представителей этих партий мы проводим соответствующее мероприятие. Все недостатки будут указаны, безусловно, в соответствующие сроки, не позднее 12 августа будут приняты соответствующие решения. Либо мы их зарегистрируем, если всех подписей хватит для регистрации, либо будет отказ регистрации. Сегодня же края избиркома решил, что в этом году комплексы автоматической обработки бюллетеней будут использовать только в Красноярске. В общей сложности ими оборудуют 384 участка. К слову, эту избирательную кампанию называют самой масштабной за всю новейшую историю. В Заксобрании Госдумы баллотируется более 1200 кандидатов. Это значит, что в каждом бюллетене будет от 7 до 12 фамилий. В каком порядке они расположатся, решит жеребьевка, которую проведут после 12 августа. Однако до этого этапа могут дойти не все кандидаты. Пятерым уже отказано в связи с тем, что поданы не все документы, которые необходимы для регистрации. Считаю, что процент отказа крайне низок. Обратите внимание, что практически все проходят регистрацию и без особых проблем. Безусловно, у нас есть и судебные тяжбы, связанные с определенными отказами в регистрации, исключением из списков. Но это нормальная практика, мы ничего страшного в этом не видим.